девочки-мальчики куда вы едете до само море вы боитесь в багажнике вам удобно у нас получилось очень мало вещей и багажник свободный там его кровать внутрь прекрасного сейчас только-только был рассвет будем его встречать скоро на море скоро 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 в ближайшем времени ребят мы сейчас едем в сторону юга индии мы живем на севере индии то есть нам нужно проехать фактически через всю страну сколько километров точно я вам сейчас скриншот длинный скриншот сделаю видео выставлю в общем едем и от границы индии непала мы здесь живем сегодня с нами ездит наша помощница мы ее называем анти и она согласилась с нами поехать потому что она в принципе любит путешествие у нее скоро дочка выходит замуж и как она говорит я буду абсолютно свободной женщины и поэтому я как бы разрешает ездить куда она хочет ну в общем нет никаких запретов она с нами едет и там тоже будет помогать с детьми собакой пока мы будем снимать для вас видео я буду там были такие красивые поля я для вас начала снимать была такая неописуемая картинка просто сидит мальчик и делает свои дела знаете эта тема также как бы сталкивается с нашей помощники тоже несколько видео назад я вам рассказывала что она живет таком районе сейчас я вам покажу район дома нет поле это то есть я говорю по государству да ну как бы рассказ что должно делать нуждачница то нет в доме и не хотя бы на улице несколько туалетов общественных но это не делается есть единственный туалет но на целую на целую лицах какие проблемы будут сколько народу в общем у таких домах нет ни ванны ни туалета и они тоже ходят в поле в туалет вот смотрите вот видите общественный туалет то есть на несколько домов и вот она где-то там внутри это улице живет мы когда я отправляли как-то домой увидела такой красивый забор необычно для индии смотрите вот там дом огроменный наверное еще больше чем наш дом ну какой-то очень-очень старый такие ворота сделаны наверное кто-то кто-то ну как бы такой богатенький здесь жил дерево такое толстое шаг как называется дерево бергет привет 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 девочки кто пришел а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас сейчас первая остановка Тут дети у нас сразу просят мороженое Такая шара, а мы все-таки ездим в сторону юга Покажи какое дядя тебе дал Орео Какую-то еду, но не упаковываем Потому что везде в Индии На дороге можно встретить Какие-то типа ресторанчики Придорожные кафешки И, можно сказать, прямо при вас Вот это готовят, вот прям с пылу жарю Нам принесли так называемые параты Парата это В общем, с начинкой Лепешка очень вкусная Готовится из цельнозерновой муки Поэтому ты насыщаешься надолго Мы чаще всего ее покупаем Когда мы, ну, в каких-то разъездах Это почему? Вот такая парата Она естся руками Прям вот так ломается Горячее очень Прям обжигаются руки Я в йогурт люблю Макаси Даются еще Чакпы Это острые, очень соленые И соленья Индийские в специях Но я люблю вот в йогурте Самая обычная классика Подходит вот так вот Тоже посетители кафешки Спрашивают про собаку И женщина в лавандовом костюме Сказала, у меня такой же лабрадор Четыре года Очень хорошие собаки Сейчас кормим вот таким вот педигриеву Сейчас покушает и поедем дальше Как красиво здесь О, чурный ек глаза 6 6 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 14 15 15 16 20 20 21 20 Решили фруктов закупиться, чтобы дороги сейчас есть. Здесь такой большой город, называется Аллахабад. Просто вылезает и все. Всегда, когда мы куда-то ездим далеко, человек никогда мне не дает сесть за руль, потому что, ну, вы видите, движение вообще сумасшедшее. Ты едешь в другой город, там большой город, еще больше машин, еще больше людей, коров и так далее. Он мне не доверяет. Точнее, не мне не доверяет, я себя чувствую очень даже комфортно здесь рулем в Индии. Но он не доверяет тем людям, которые за рулем других машин, потому что, ну, просто, ну, как бы кто-то знает, как водить, кто-то знает правила, кто-то не знает, кто-то ездит просто, просто по-своему, без всяких правил, и в этом проблема. Самое удачное это мотоцикл. Они никакой поварок не показать будет. Просто вот так, как рука, вот так, вот, просто украшение. Они все даже показывают рукой то, что они поворачивают. Просто раз резко повернул, и все. Да, поэтому аварий очень много с мотоциклами. Каждый день случается очень. Ну, только ты видел, вот этот большой трек. Да, так, что мы видели. Просто впереди кто-то остановили, и все, он... Так, что мы видели грузовую машину, очень сильно разбитая. Какой красивый мост. Это для поезда. И смотрите, наверху даже мотоцикл едет. Да, это двухэтажный. А, двухэтажный, да, мост? В Британии, да, так много делал тогда. В Британии это делала еще, да? Да, уже двухэтажный мост. Да, посмотрите. Это как в Локал-Тейн пока ездит, да? Посмотрите, все индийские там делены. Но это сохраняется, потому что это... Это память. Память о Британии. Это память о Британии, как... Да, вот. Ну, просто не принято, да, ломать это? Да. То есть два моста. Сначала первый мост идет, а там дальше второй. Сейчас, говорю, прямо на дороге. Все уже едут. Мы стоим. Купил вот эти вот штуки, я попросила, потому что у меня сейчас сгорят ноги. Я, получается, в черных джинсах сегодня. Что-то я не подумала. Надеюсь, что-то полегче. И у меня... Вот сейчас, видите, на солнце вот это все, все сгорит. Мы сейчас находимся в следующем штате. Матте, Матте Прадеж, называется. И остановились в таком красивом месте, чтобы сейчас пообедать. Здесь стоит батут. Шекер пошел гулять с Плуту. За территорию, чтобы здесь он дела свои не понаделал. А наша помощница смотрит сейчас за Викой, за Кариной. Пока я снимаю для вас видео. Тебе понравился батут? Да. Кто это? Это Будда. Только это фонтан. Там не надо руки мыть. Пошлите руки в раковине помоем, девочки. Давайте становимся. Фото на память. Фото на память. У нас такой же желтый скутер, да? Вот такая обезьяна здесь сгорела, да? Что, что? Она кусается. Она интересна очень, Вика, умеет переключать языки. Вот, например, Санте, она разговаривает на хинди. Уже когда я ее спрашиваю, что, 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 Вика, она меня переводит на русский. Дочки точно такие же умные, как и я, Шек. О, ты такой язык знаешь. Тренисикай знают. Нам принесли такое меню, и меня очень обрадовало, что здесь есть не вегетарианская еда. Можно поесть мяско. Вот, смотрите, чечевица называется дал. Вот она, дал фрай. Вот мы в основном самую классику берем, обычный дал фрай. Что такое, зайка? Мясо. Вау, ты любишь мясо? А с каких это пор? Мадмазель начала сама просить мясо. Обычно я сюда ее заставляю. Вика, поешь, пожалуйста, мясо. Поешь, пожалуйста, мясо. Мясо, где холена? Завтра, это вчера. Вчера ты поела, да? Вчера мама готовила мяско, курочку. Вика очень хорошо кушала. Да? И сегодня ты опять хочешь повторения. Это доля. Это доля. Ладно. Смотрите, суп. Что-то похожее даже, Шек, то, что ты готовил. Давай, Вика. Вот такой вот интересный суп. Какой нам сейчас обед принесли? Салатик, там райда соус, чечевица, да, курица. Всем доброе утро. Мы остановились в таком месте. Это какая-то разваленная комната. Делается там ремонт. В общем, нашли в национальном парке вот такой вот коттеджик, домик. Все прекрасно, все очень уютно, все очень чисто. Все очень дешево, на удивление. Ну, в общем, ночь мы провели сегодня прекрасно. Девочки, доброе утро. Доброе утро. Как вы спали? Понравилось. Понравилось все? Этот человек работает здесь уже 25 лет. Посмотрите, я вам хотела показать, снять, какие раньше делали толстые стены. Это старая комната. Все это будут сносить в будущем. Никит, нас айлкамрай. Подтискнут. А, 25 лет уже комната, ничего себе. Знаете, для отеля это очень даже хорошее состояние. Вот это я хотела показать. Смотрите, моя рука. Не такая уж и маленькая рука. Раз, два, где-то две с половиной ладошки мои. Вот такие толстые стены раньше делали. И это не кирпич. Внутри набивали камень с цементом. Смотрите, видите камни? Мне всегда интересно, ну, в таких местах, по поводу животных. Раз уж рядом здесь национальный парк. А национальный парк, в общем, это, значит, лес, джунгли, который специально сохраняет государство. Да, чтобы оно ни в коем случае не вырубалось, чтобы там оставались жить дикие животные. И, в общем, мы рядом находимся с национальным парком. Спросила про животных, которые сюда приходят. Ну, как бы, все равно интересно, мало ли сюда тигр приходит. Он говорит, нет, ни тигры, никто, ни это, ни слоны не приходят, только медведи черные, вот эти вот маленькие. И очень часто довольно-таки. Мама начала снимать видео. Давай, забираем палочку у Плутов. У тебя пальцы видны в камере. Просто нормально, да, держи вот так вот. Удобно, как ты удобно держишь телефон? Удобно держи, как тебе нравится. Как тебе нравится держать телефон? Вот так? Где палка? У нас видеооператор Виктория. Да. Море пойду. Куда? Плута не кушает. Позащай. И... И... Бросаем. Где палочка, Плута? Где палочка? Где палочка? Ищи палку. Плута аппорт. 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 Плута аппорт. Где палка? Теперь брось. Давай, пускай он побежит за ней. Молодец. Принеси зайка. Дай. Дай маме. Дай. Дай палочку. Дай палочку. Дай. На. Спасибо. Молодец. И это какая-то очень крупная техника. Мы только-только выехали и тут дорога делается. Молодец. Добавься на раскраске. Девочки занимаются. Ну, правда, Вика, почему-то не хочет раскраски. Она очень любит их. Ну, сейчас она сказала, мама, я хочу... Фу, Вика, я хочу себе делать мейкап, макияж. Покажи, пожалуйста, свои щечки красивые. Очень классно. Восковыми карандашами. Карандашами она себе румяно сделала. И накрасила губки. Очень классно. Ты ногти, что ли, красишь? Ну, понятно, заняться больше нечем, да? А ты будешь хорошей девочкой, ты будешь раскрашивать, да? У нас сегодня 8 марта. Шекар очень переживал, что с самого утра он не мог подарить какой-то подарок. Хотя пару дней назад он уже мне преподнес подарок. Я вам рассказывала в коротком видео. И сейчас нам принес вот такие вот шоколадки всем девочкам. Вот такие вот воздушные шоколадки здесь очень вкусные. Вот эта фирма в Индии самая лучшая. Реально очень вкусный шоколад. Я даже в России его забираю, как в гостинице. Всем очень нравится. Качественный очень шоколад. Можно сюда, куда Мумбай можно? Да, Мумбай. Это красиво. Так чисто. Он там новый шоколад. Ребята полуживые, мы практически добрались до Гоа, может быть, штат Гоа уже начался, не знаю, может быть, еще Карнатка или Махарастра, я уже в них запуталась. Девочки, куда вы бежите, девочки, стойте, пожалуйста. Короче, мы остановились в каком-то месте, поспали, в машине не стали брать номер, потому что нам осталось не так уж и много ехать. Вообще, Вика, вы что там сделали? Все курицы выбежали орущие. Ты испугала их? Ну, они убежали в лес от хозяев. Ребята, нас тресил, вы такой пес, очень дружелюбный. Стоит, рычит. Но нельзя. Но нельзя. 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 Нельзя рычать на плутов. Он маленький. Он маленький. Ты посмотри. Ты посмотри. Эй. Эй. Хат. Такая красная, противная, которая очень трудно стирается. О, Господи. О, Господи. Меня кто-то куда-то тянет побыстрее. Смотрите, здесь красивый такой дом. Красный какой-то камень или кирпич или что-то. Вот такая комната. Ну, знаешь, Шек, чтобы просто переночевать, это очень даже неплохо. А зачем тебе шкафы и холодильники нужны? Да. И нормальная кровать. Есть вот эта и достаточно. Да, девочки, полежите и чуть отдохните. Ребят, Шек попросил комнату здесь, чтобы просто умыться, помыться. Там нормально в туалет сходить. Да, какую-то денежку, ну, которую они попросили. И все. Сейчас позавтракаем и поедем. Через полтора часа нас уже ждет океан. Вот там школа. Вот здесь, получается, в этом отеле. Ну, как в отеле. Гостевой дом, наверное. Такой магазинчик. Там, наверное, кухня. Сами хозяева живут. Да, Вика меня тут тянет за руку. Хотела вам зал показать. Ну, самый обычный. Звачки сейчас. На улице. Стол. И вон там машину вот так Шекар поставил. И мы поспали все вместе. Опять начинает прыгать. Вынесли яйца, а они пахнут. Понятно. Вика все торопится покормить собаку. Мы ночью оставались в ресторанчике. Да, сейчас дам. И Вика просила собой упаковать ей еду, потому что она не могла проснуться, чтобы поесть с нами. Это рис и чечевица. И вот он понюхал. Вроде бы ему понравилось. Только что лапки помыли, Вик. Все, поехали. Вик. 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 Девочки, куда мы идем? На море приехали, нам забронировали вот такой отель, не знаю, что там внутри. Мы вообще планировали наш отпуск с 12 числа, и мы забронировали, ну, как большой такой домик с 12, а сегодня только 9 марта. Получается, мы приехали пораньше, позвонили тому человеку, ну, у которого мы постоянно живем, вот этого домик с кухонькой, нам у него очень нравится. Ну, в общем, мы у него забронировали. И, получается, бронировали с 10 по 12, а сегодня с 9. Шекарь ему звонит, я была уверена, что он договорился с 9 числа у него, забронировал место, а он оказался, что с 10. И он его звонит, он говорит, у меня все занято сегодня, и у какого-то своего знакомого дал нам все с комнатой, не знаю, что нас ждет, пока я тут с Плуту гуляю. Плута тот смотрит обстановку, все вынюхивает. Ребята, идем сразу же на пляж, заселились в другом номере, потому что нам не разрешили с собакой, при том, что договаривались, но изначально через знакомого, ну, видите, когда через посредника, все, тогда не все очень хорошо получается, сказали, что собака не так. Мы сейчас купили шляпы и идем на пляж. Ребята, первое купание в Плуту, и Дима, чего-то боится, убегает. Дима бегает, как всегда, наша Анти снимает видео. Дима бегает.